Выставок и делала разные проекты и продолжаю делать. Меня интересует в целом феминистская оптика в таком широком объеме, которая так или иначе позволяет пересмотреть, как вообще строится процесс создания искусства сегодня и как нам интерпретировать старое искусство, которое у нас, например, в музейных запасниках находится. И сейчас я расскажу вам о фотографии, но в то же время предложу какую-то дискуссию, наверное, и буду рада, если вы включитесь, мы, может быть, как-то обсудим что-то вместе. А начну я на самом деле не совсем с фотографии, а даже скорее с живописи, потому что проблемы, которые стали фотографиями, они не возникнут вместе с ней, а были поставлены чуть раньше. Значит, когда я вообще эту выставку сейчас первый раз вижу, я когда получила файлы от организаторов, от кураторов, я увидела такие инстаграм-фотографии типичные современные, очень много достаточно объективных тем, молодых девушек, иногда совсем таких подростков, полудетей. И не совсем было понятно, как это будет выглядеть, и в чем замысел кураторов. Поэтому я решила, раз уж такая дискуссия идет, то поставить проблему, что такое салонная фотография современная, и как мы можем с ней соотносить сами к себе. Вот как я назвала лекцию «Российское тело» признает салонная фотография. Что такое субъект, объект, архив? Значит, с одной стороны субъект – это буквально субъекты. Объект – это то, как смотрит фотограф на свою модель, и этого объекта очень много, этих произведений, которые мы здесь видим, потому что фэшн-фотография сама по себе предполагает активацию. А архив – это то изобразительное пространство, которое мы наследуем. Советское, постсоветское, неосоветское, современное большой корпус источников, которые предлагают новую эстетику в том числе. А действительно сказали мне сейчас, что художницы не знакомы между собой, вот эти фотографы, которые здесь выставлены, и они не принадлежат единой школе. Но действительно у них очень много общего. И интересно подумать, почему. То есть на какой именно архив они опираются, и как они себя видят. Вот они себя интерпретируют, переинтерпретируют через какие-то образы. Но это все, значит, ну здесь есть, это просто такой план, это не то, что я буду показывать картинки в основном. Но это те вопросы, которые я хотела бы обсудить. Действительно, феминизм и салонная фотография, вот эта модель, модная фотография, фэшн-фотография, как они соотносятся. Это не фотография, это салонное искусство 15 века. Вот картины известного мастера Деяна Семирадского, где в центре, как вы видите, активированная женщина, все любуются ей. Это белая красавица. И все очень так, ну достаточно приторно изображено. Такой льющийся свет, который напоминает нам тогда картина советских лет. Вот. И идеализированные дела, идеализированные типажи, социальные и гендерные. И вот, действительно, это точка, от которой развивается дальше салонная фотография тоже. И вот эта двойственность искусства, которая делится на салонное и, может быть, оно такое философское или политически осознанное, и так далее. И фотография тоже продолжается. Но если мы говорим о феминизме, то этот конфликт заостряется еще больше, потому что речь идет именно об объективации женщины. Феминизм борется с объективацией, требует, как теперь, присвоить эту объективацию. Так? Ну и, действительно, выступает за то, чтобы живые женщины преобладали, а вот эти кукольные изображения, они служили не для потребления, тогда уже для критики потребления. Вот. Ну и, начав с «Жизнь и силы», я покажу несколько таких, ну, вводных вещей, да. Ну, действительно, сейчас мы видели объективную женщину, да, которая не смотрит на зрителя, она абсолютно одна жена, она стоит где-то в центре этой полуисторической, полу какой-то фантазийной экспозиции всей. Вот. У нее все смотрят, то есть она является объектом рожделения, восхищения и так далее, и так далее. она очень идеализирована. Вот. И у нее, как бы, нет личности. То есть она не адресуется к нам сама. Вот. А это уже модернизм. То есть Тобан 19 летит. Видите разницу? Значит, конечно, разница в том, что эта женщина – это автопортрет художницы. Сюзанна Болотон, мать известного живописца парижской школы Мариса Утрилло. Ну, даже мало кто знает, что она ее мать, потому что, ну, должность такая незавидная мать художника. Тем не менее, она художница очень интересная, крупная. И интересна она именно своими женскими образами. И здесь, вы видите, она смотрит несколько уставшим и даже наплевательским местным взглядом на зрителя. Ее крупные черты лица, совершенно не приукрашенные. Взвообразная такая сезонистская угловатая венера живописи. Вот. Все это совершенно не коррегирует с тем стандартом красоты Академии 19-го века, которую мы сейчас видим в предыдущей работе. Семиранский интернациональный художник, действительно. В общем, его вполне можно сравнить с фирансовским салоном тоже. И, действительно, здесь женщина выступает как личность, в том числе и как авторка этой, ну как бы, картины, которая нам почему-то сообщает. И нас вовлекает какой-то диалог с ней, действительно переворачивая привычные вот эти гендерные стереотипы. Вот. Ну и, естественно, Сюзанна Баладон была не единственной женщиной-художницей, которая предлагала, по словам так, по-новому взглянуть на образ женщины в картине. Можно здесь и Наталью Гончарову, наверное, привести с его тоже своеобразным гендерным экспериментом. Вот. Учитывая, что еще был Тандел, Горионов и Гончарова, и, не посмотрим, менялись с гендерными врагами. То есть Гончарова была такая мускуриная женщина, очень закрытая, холодная, упорная в своей работе. А Горионов, наоборот, такой, несколько феминный, да, в общем, озорной, такой мягкий человек, который, вот. Ну, значит, это я пока, это модернизм начала века, то есть это двойное искусство, вот, а это то, как оно дальше развивалось в феминистской традиции, вот, живописи, уже после военных лет, в том числе 80-х годов, это картина художницы Эли Снил, вот, к сожалению, хуже известна в России, чем, например, Люсена Фрейд, в общем-то, ее современник, ну, с его такими, знаете, голыми телами, которые вываливаются из картины на зрителя, вот, она, тоже интересуется обнаженным темам, но она также интересуется, как вы видите здесь, и социальным типажем очень сильно, то есть ей надо, что вот эти необычные люди с такими, действительно, своеобразными чертами лица, с очень своеобразными отношениями друг с другом, она любит такие групповые портреты, коллективные, вот, они выступают, как портрет поколения, и здесь всегда необычный гендер, то есть это или женщины, причем женщины, чаще всего пожилого возраста, которые тоже, да, не могут быть настоящими субъектами классической картины, потому что они не представляют собой темы красоты, вот, а у нее, это ее коллеги, это ее подруги, вот, это какие-то представители вот этой нью-йоркской среды, в которую она сама обращается, и вот, фемильская картина, уже поздняя, в 80-х годах, это ее, значит, автопортрет, полностью обнаженная, она художница, этаплированная, белая женщина, седая с этой прической, она сидит, голая в кресле, и пишет сама себя, и в 80-х годах в этой картине, вот, и действительно, она своеобразна, сразу, в нескольких, да, ракурсах этой вещи, с одной стороны, потому что она представляет собой, как бы, классичное, но, как бы, деконструированное, да, искусство, с другой, потому что это очень субъектно, персонифицированная, самая ироничная вещь, постмодернистская, в принципе, но в ней нету, как бы, ну, такой, желания, погрузить это все в сарказм, то есть она хочет, действительно она выступает, ну, как личность, да, она хочет поделиться какой-то своей, своей пространством, со зрителем, вот, но, она себя не опрокидывает, кстати, наоборот, даже, криняет за какое-то, своеобразное достоинство, вот, в этой работе, хотя не совершенно новаторское, и своеобразное, вот, значит, ну, значит, вопрос, вопрос объективированного тела, да, и, ну, того, как мы его смотрим, как мы его воспринимаем, сарказм, и всякий начальник, который я здесь описала, еще раз к ним вернусь, значит, ну, просто, ну, в контексте этих примеров уже, да, сделанное и бедное, ну, имеется в виду, вот это классичное, не классичное, то есть критика классического, всегда производится более скупными, или экспериментальными, средствами, она кажется менее убедительной, тоже самое в фотографии, вот, значит, ну, высокое и низкое искусство, понятно, то есть та большая, нументальная вещь, которая предлагает объективацию, нормативную шагу, в центре, она позиционируется, как нечто уже укременное в культуре, любые другие попытки стигматизированных людей, в том числе и женщин, выступить от первого лица, нам не кажутся культурно слабыми, вот, в этом, ну, это безусловно, как или иначе, связано с тем, что я показала, почему мы не знаем всю западу Ладон, так же, как все сами, собственно, что она художница, на самом деле нет, она сделала что-то новое, но она, так сказать, все время на большей культуре, находится по этим причинам. Если женщина пишет сама себя, то это вступает в конфликт с тем, что женское тело – это универсальный объект, против чего выступали, как известно, группы «Гилена Гео» с 80-х годов, которые говорили, что женщина, которая заходит в музей, видит множество изображений обнаженных женщин, и чтобы встроиться в этот мир классического искусства она тоже должна писать обнаженных женщин. Это такой парадокс. Хотя для нее это уже, конечно, не объект, особенно для элисмин. Но при этом, такой ход, он ведет нас к острой дискуссии общественной. То есть мы можем выявить, какие запреты существуют в этом классическом поле, и почему. по реакции людей, по реакции музеев, которые цензурируют такую продукцию и начинают ее так или иначе оспаривать. По разным причинам, иногда очень надуманным. Вот. Ну и наконец, действительно, вот это политическое зерно, которое я уже сказала, да, что эти изображения, эти изображения, они оказываются чем-то большим, чем просто декоративное ровление, например, стены. Они куда-то выводят дальше общественную дискуссию и действительно может быть философия искусства в целом. Вот это фотографии объективированных тел, из рекламы. Это то, что называется запрещенная сексистская реклама. И такой рекламы довольно много. Ну, действительно, сейчас до сих пор идет очень интенсивная политика в российских СМИ про современную сексистскую рекламу, которой очень много в России и, возможно, с этим сталкивались, потому что с помощью женского тела рекламироваться все, что угодно. Sex sells, то есть секс продает и там если нужно рекламировать, не знаю, ну, низкие цены или может быть что-то большое увеличилось, что-то маленькое, все время как-то насчет, ну, здесь могут быть использованы женские тела, фигуры, когментированные тела. вот, ну, это, например, здесь женское тело сравнивается с мясной тушей, при этом, обратите внимание, что перед нами абсолютно конвенциональное тело, это женщина, причесанное, в отношениях, каблуках, и тело, которое дважды подвергнуто таким изменениям, оно, значит, с одной стороны, втиснуто в этот стандарт, а с другой, расширенном, это как бы вызывает у зрителя какое-то ощущение причастности к этому насилию, он видит перед собой некоторую жертву, да, уязвимую полностью, и при этом видит какой-то декоративный объект, который обладает этой уязвимостью, обладает этим отсутствием субъектности, вот именно этим отсутствием субъектности и любуется, и реагирует, да, зритель вот этой сексистской рекламы, она его привлекает, своеобразный механизм такой, который, впрочем, уже довольно неплохо исследован, даже эти дискуссии ищут какую-то, я думаю, ну, довольно, ну, широкую аудиторию сейчас уже в России, вот, но тем не менее, вопрос о том, что же это такое, вот это объективированное тело, и как мы на него реагируем, он все-таки острый все равно, вот я хотела у вас тоже спросить, но, может быть, я даже покажу это еще раз, и спрошу у вас, что вы думаете, то есть, какие чувства у вас вызывает эта фотография, это же действительно, если говорить о дискуссии об объекте и субъекте? она не живая, она не живая, да, она достаточно пластиковая и равнодушная к самому, собственно, расширенному положению, и какие чувства это вызывает? да, просто созерцательные какие-то, то есть, некая холодная просто, ну, как кукла, которую мы видим, и мы таким образом отстраняемся от самой идеи насилия над телом, над этим. да, думаю, это так, да. он довольно андрогенный андрогенный, потому что непонятно, невинны лица, и кажется, что гендер, и будет закрыт. да, уже закрываешь лица. да, интересно, наверное, да. вот здесь руки все равно вступают, такие марки, а вообще там, что и женское тело? ну, вот, да, в смысле, неизвестна, самая телесная закрыта, то есть, мы не видим ни головых органов, ни груди, и поэтому, может быть, это неизвестен биологический пол этого тела. да, как руки, это гендер, а биологический пол нам действительно. да, да, да. Я думаю, что эта фотография, если бы не свеклина композиция была, могла бы более шоковой быть, и вызывать больше реакцию, если бы она отыгрывала, например, новую классическую такую модель, спящая Венера, а-ля Джадоны, например, и Олимпии, то это была такая прямая отсылка к классическому наследию, и тут бы что-то такое, наверное, у зрителя просыпалось, как бы покушение на нечто такое, не знаю, сакральное, это очень интересное. А здесь, как бы, это ничто, ни о чем, что-то такое. когда вот этому насилию именно сексистскому открыток отвергаются образы, которые мы с собой ассоциируем. Это известный аргумент, что, ну, автором сексистской рекламы, ну, там, что угодно, там, ну, каких-нибудь ресторанов, которые предлагают, там, заглотнуть что-то или сосать что-то, ну, сейчас очень много такой рекламы, предлагают, их спрашивают все время, а вот вы повели бы свою мать в такой ресторан. И патриархальный, вот этот образ женщины, патриархальный, именно материнство, например, он так очень конфликтно сталкивается с этим уничижительным отношением к женщине, как к объекту. Здесь, в случае с Джорджоной, мне кажется, именно такой же ход, потому что это устойчивые классические образы культуры, которые точно не могут быть вот так разрезаны, потому что это надругательство буквально. Вот. А здесь, когда это некое пластиковое тело, которое как будто даже от нас отчуждено, а мы это не воспринимаем остро. Может быть так. Да. Мне кажется, еще знаете, какой момент, наш глаз приучен к вот такой решклеметке, потому что она много напоминает вот сама визуальность этого тела, манекен. И не более, часто ведь идешь по улицам и видишь бюст, отдельно рука, отдельно, когда, например, ремонт, идет витрин или перекомпоновка. То есть, глаз натренирован такую же шлеметку. Да. но тем не менее, вот, это же реальная проблема домашнего насилия, в том числе и, к сожалению. Такие преступления, где тела расширяются, они сплошь и рядом, и именно поэтому эта реклама была запрещена, потому что все-таки она нормализует насилие, так или иначе, эстетизируя его, и действительно превращая один объект в другой, интерпретируя тело через мясную тушь или через этот манекен, она все-таки обращается к очень широкому голову людей, и тезис, который здесь основной, состоит в том, что женщина является объектом. но у этого есть, как бы, у этой риторики, в том числе и фотографической, есть своя история, которая связана тоже с модельницей, но с немножко его более поздним этапом. Это сейчас я, значит, да, здесь, собственно, то, что я уже говорила, значит, здесь видите, тело, например, лежит самой женщине, то есть нам, вот мы смотрим женщину на это тело, мы как бы себя не видим на месте этой фигуры, мы думаем, что она какая-то гендерная, мы думаем, что она кукла и так далее. То есть, у нас есть большая дистанция, какое-то стекло нас отделяет от нее, да, вот. С другой стороны, объективация, она, как бы, деконструирует несколько сам гендер, потому что если человек собой не управляет, если он свой гендер, да, не формирует, то тогда получается, что его формирует кто-то другой, и мы опять с себя с ним не сорвать. Вот. Третье, это вот ее действительно такая ультра нормативность тела, как костюм, да, что делает ее действительно униформой, то есть, мы понимаем, что определенный конвенциональный вид тела, когда говорят о телах уют, сама виновата, вот это все, он приводит к насилию, и дело все в этом, в этом облике, да, потому что этот облик, его как бы можно надеть и снять. Очень своеобразное ощущение, что женщина, как бы это не биологическое, а это именно гендерный момент, что ты выбираешь, какой гендер использовать, и если ты используешь неправильный гендер, то быть готова, что на тебя будут агрессивно реагировать. Ну, дальше, конечно, женщины, которые смотрят на эти изображения, они ощущают метогению, то есть, ну, неприязнь к себе, как женщине, и в целом, стараются как можно больше отстраниться от этих ультрафеминных типов, и это вызывает такое, как внутреннее расщепление, среди прочего. Вот, ну, из внутреннего расщепления рождается самоколонизация, то есть, как бы отделяясь внутри, я начинаю осваивать это тело как чужое, и тоже присоединяться к этой объективации, может быть даже ее как-то, ну, смеяться над ней, может быть, да, или шутить, какие-то тоже сексистские шутки, например, если обсуждение такой рекламы происходит в большой компании, и так далее. Вот, а дальше включается своеобразная сумерсивная индивидуальность, то есть, все равно полностью отстраниться от этого невозможно, и если поток этого сарказма, или этих шуток, или этих изображений становится критическим, то в итоге приходится все-таки себя определять через них. И это все, все эти процессы, они произошли в культуре двадцатого века, и в итоге действительно закончились своеобразным отстранением, и начался следующий круг работы с этим пространством. Итак, расширенное изображение это, конечно, в первую очередь сюрреализм. Сюрреализм, который воспринимает тело как вещь, то есть, не классического искусственного организма, оно в результате вот родило такую ветвь, где, наверное, овеществление биологических объектов было основным направлением, и размышлением над тем, что же такое душа, что же такое живое, что же такое неживое, и вообще, как устроено наше восприятие. Я здесь показываю опять картину, но это уже почти последняя картина, дальше будут только фотографии. Вот это Фриде Кабло, ее автопортрет в виде раненой лани, который был написан в контексте ее очень тяжелых и драматичных отношений с ее мужем, известным мексиканским юралистом Диэрой, который постоянно спал с массой женщин, и, при этом, ну, они состояли в браке, они работали вместе непрерывно, она пыталась несколько раз родить ребенка, но ничего не получилось, потому что она имела тяжелую инвалидность, как известно, она попала в трамвайную аварию, очень тяжелую, и у нее был практически известный перебит позвоночник, вот, и, соответственно, как женщина, она тоже была наполовину механическим объектом, таким, но есть множество из картины эту тему, она воспринимает свое тело, как наполовину сконструированное, но здесь как биологическое тело, оно превращается в животное, раненое, да, то есть, она усиливает вот эту свою изязвимость, но сюрреализм, опять же, вот в этой, в этом склеивании, да, оно будет в другом пространстве, вот, но, интересно, что, вот, именно этот акцент на эмоцию, на гендер, который все время куда-то меняется, да, который все время себя осмысляет, и увлечен в какие-то очень травматичные сценарии, этот акцент на гендер будет свойственным именно женщинам-сюрреалистам, то есть, если посмотреть картину Сальвадора Дали, то вы там этого не найдете, там речь идет именно о ландшафте, о пейзаже, о элементах, пейзажах, архитектуре и так далее, вот, а здесь, действительно, вот этот эмоциональный фон очень сильный, связанный, как мне кажется, именно с тем, что женщина изображает сама себя и видит себя как вот этот универсальный культурный объект, который всегда отсылает искусство, всегда отсылает женскому телу. Вот, это уже более поздняя работа, это тоже сезонитет, кадрофея Таллинг, вот, это вообще не фотография, не живопись, а инсталляция, но тем не менее, она продолжает вот эту всю мысль относительно тела, вот, это инсталляция 70-х года, называется комната 202, и видите, мы тут видим такую стандартную комнату, гостиничную, номер, может быть, какой-то, да, деревенский дом, прикожа, камин, и вдруг, эти все обычные декорации как-то начинают прорастать, вспухать, действительно превращаться в эти биологические объекты, собственно, она сериалистка, но само пространство захватывает нас как опасное, то есть мы понимаем, что оно нам враждебно, что оно на нас нападает, и в каждой бытовой детали мы видим вот эту угрозу, и, действительно, это очень яркая работа, которая, пожалуй, посвящена домашнему насилию, которая, как известно, незаметная, поэтому домашняя, и его очень трудно заметить со стороны, когда ты видишь удобное пространство, и так далее, это семья, которая является одновременно креткой, и что-то обыденное, за которым кроется ужас, ну, в том числе, конечно, это по-своему интерпретация опыта Второй мировой войны, и вообще, как после турнирского искусства, очень много работы с этой агрессией, но вот те художницы, которые себя осмысляли как сюрреалистки, они привели в это еще и гендерные измерения. Видите, здесь есть фрагменты, напоминающие тоже на женское тело, но они уже настолько как бы так вот это морфировали, что мы даже не можем определить, как эти тела. Ну и финал сюрреализма, я сюда поместила фотографии Дианы Арбуз, хотя она сюрреалисткой формально не была, также как и феминисткой, но тем не менее, мне кажется, что это переход между этими двумя фазами. Диана Арбуз была, так сказать, фотографом-документалистом и очень рано умерла, она покончила с собой в 1971 году, вот эта серия, эти работы 1966 года, вкладывается в ее серию работ, которая очень сильно ее прославила, раз она была сделана в конце 60-х, начале 70-х, вот повседневные фотографии американских жителей, как бы, так сказать, такой, такая энциклопедия городских фриков, если можно так выразиться. Ну и, собственно, она так, очень долго эти фотографии продавались и продавались в культуре, что она, ну, она просто фотографировала людей с инвалидностью, людей, которые работали в цирке, цирковых артистов с разными скиллами, женщинами с парадой, например, то есть с разным гендерным стригом. Но есть трансгендерные люди среди ее героев, есть просто необычные, своеобразные, выпадающие каким-то образом из социума, люди, которые приняли ее внимание, она себя с ними как-то проассоциировала. Вот она делала их портреты. Портреты довольно субъектные и неожиданно они раскрыли какой-то новый слой вот этого социума, все еще очень нормативного, как видно по этой фотографии, да, женщина с высокой плеческой, очень сильно накрашенная, с двумя этими, и, в принципе, мужчина с современным гендером, который он вполне узнает. Но видно по этой фотографии такая большая между ними разница, как она старается, как она пытается казаться, да, как она пытается стать женщиной, как она пытается сделать себя идеальному от семейства. Но грусть, которая написана на ее лице, колоссальная, она ее, опять же, выбрасывает из этого нормативного пространства. Такова была и трагедия самой аркуз, которая, хотя и была крупным, художником, все-таки в общество вписаться не могла и чувствовала себя лишним, постоянно. Поэтому фиксировала людей с близкими ей идентичностями. Значит, это как бы финал модернизма и потом постмодернизм, который уже занимает темы низкого искусства и осмысляет все эти темы объекта, субъекта, то, о чем мы говорили, по-новому. Я покажу несколько таких работ, связанных именно с изображением женского тела в полемике с салонной фотографией, в полемике с фэшн-фотографией. Ну, две разные факторы. Это работа Хана Вилки 1975 года. Значит, вот она еще, вот эта вся серия. Значит, это, ну, как сказать, видите ли, она из-за модифицировала свое тело, она прикрепила к нему жвачки, вот, которые были своеобразным образом сложены, и некоторые из госпиталетов говорят, что это, ну, эти, вот они, эти формы этих жвачек, что это напоминает скульптуру богин, которую она потом делала. В общем, она добавила к своему телу еще какие-то элементы. И дальше она в разных видах фотографируется, как модель. Как модель. Но мы не можем воспринять ее как модель из журнала, потому что это очень странные штуки, которые просто делают ее другим биологическим видом, возможно. Но мне интересно, что вы думаете, то есть как сегодня воспринимаются эти эти фото. Фотографии. Видите ли вы в них что-то новое? Для себя, скажем. Мне напоминает эта паршиномера нереквальная. первая партия. Да, возможно. Но по крайней мере да, это, конечно, увлекало этих женщин-фикнисток в 70-х годах, они все время наносились в эти узоры на лицо и что-то такое делали, потому что они пытались как-то переосмыслить эту тему с косметикой. Косметика, которая деформирует, изменяет гендер, да, каждый день. это ритуал, который вот женщин надо... говорить про ритуал, фронирование, тогда ссылает нас к таким, как это сейчас, к антропологическому взгляду, в смысле сейчас это будет, наверное, называться ритуальной апроприацией? Да, конечно, отчасти да, потому что постмодернизм он очень во многом все-таки был связан с ритуалом. Вот эти все движения Хиппи, 1968 год, туда-сюда. Конечно, там было очень много включений восточными и вообще не европейскими культурами, что, в принципе, пришло из моделизма 20-х годов, из ардекума. Вот, но здесь она как бы пытается, она же есть жвачки, то есть, ну, в смысле, это же, как бы, действительно, именно после обычной вот этой вот белой культуры, она пытается ее символы как-то превратить в такие вот, Обратите внимание, она еще, как это называется, когда не бревет подмышки, это было? Ну, да, 75-й год, удивительно, какое-то слово специальное, когда принимаешь свое тело, будет, будет, не совсем, потому что все-таки ее тело достаточно нормативное, в том числе, она выглядит, как модель, в сущности, то есть, это худая белая женщина, но подмышки у нее не бриты, потому что тогда не было еще такого, 75-й год, а? не было еще гендерного стандарта, брить подмышки и ноги, так уж, как у нас сейчас. добавлено. на пример, локтичный брит, это бывший пример, это 6-й год, это 6-й год, это 6-й год, значит, 80-й год, может быть, да, может быть, может быть,